Здравствуйте, мои хорошие! Извиняюсь за долгое отсутствие. Сегодня мы с вами поговорим про сладости. Итак, начинаем с мороженого. Мороженое. La glace. Торт. La tarte. Пирог или пирожное. Le gâteau. Желе. La gelée. Пряник. Le pain de pisse. Слово «пэн» переводится как «хлеб». Его нужно произносить через нос. Получается «le pain de pisse». Пряник. Печенье. Ле куки. Ле куки. Ле куки. Вафли. Ле гофра. Ле гофра. Очень красивое слово. Ле гофра. Конфеты. Также через нос произносим. Ле бонбон. Ле бонбон. Ле бонбон. Мед. И, конечно же, варенье. Как конфеты звучит, да? La confiture. La confiture. La confiture. Так. Мармелад. Давайте повторим еще раз. Мармелад. Ле мармелад. Варенье. Ле конфiture. Мед. Ле мьел. Конфеты. Ле бонбон. Вафли. Ле гофра. Печенье. Ле куки. Пианик. Ле пен де пис. Желе. Ля желей. Пирог. Ле гато. Торт. Ля тарте. Ну и, конечно же, мороженое. Ля гляс. Отлично. Теперь идем к фразам. Итак. Утром я ем варенье. Ле матем. Же манж ля конфитюра. Ле матем. Же манж ля конфитюра. Точнее ошиблась. Ле матем. Же манж ду ля конфитюра. Оговорилась ду. Это частичный артикль, который чаще всего употребляется в продуктах. Об этом нужно снимать отдельный урок. И мы употребляем артикль ду ля, дю, дэ. Об этом целый, можно сказать, курс, который можно снимать. Итак. Ле матем. Же манж ду ля конфитюра. Ле матем. Же манж ду ля конфитюра. Следующее. Я попробовал хороший торт. Же гуте ля бон тарте. Же гуте ля бон тарте. Же гуте ля бон тарте. Я попробовал, что сделал. Это законченное прошедшее время. Пассе композе. Есть на канале этот урок. Можно у меня найти. Же гуте ля бон тарте. Еще я обещала вам урок про пассе сэмпль. У нас вышел он в феврале. Но скоро будет продолжение. Так. Чтобы приготовить мороженое, нужно взять молоко. Ну, это как бы один из рецептов просто. Разные есть. Можно и сливки. Pour faire la glace, il faut prendre du lait. Опять мы видим здесь частичный артикль du. Молоко, да, как бы продукт. Значит, будет мужской рот и будет ставиться du. Pour faire la glace, il faut prendre du lait. Pour faire la glace, il faut prendre du lait. Et voilà. Nous avons fini notre lesson. Vous avez donné beaucoup de plaisir. Спасибо большое за ваше внимание. То, что вы посмотрели такой сладкий урок. А я с вами не прощаюсь. И надеюсь, что мы будем видеться чаще. А, пожалуйста, в комментариях напишите, какие сладости вы любите. Ну и, конечно же, это, скорее всего, первая часть урока. Сладостей очень много.